На сегодня в Казахстане в сельской местности проживают более 7 миллионов человек. Это 41% от общей численности населения. При этом условия жизни сельчан порой далеки от привычных для горожан стандартов. В нашу программу обратились за помощью жители сразу нескольких аулов из разных регионов страны. Проблемы все те же. Разбитые дороги, перебои с электричеством, нехватка питьевой воды. Подробнее в материале расскажет Амирс Аминьвен. Вода в поселке Айсары Костанайской области есть, но она содержит не полезные для здоровья микро- и макроэлементы, а песок. Различные примеси, а летом в ней даже можно встретить и червей. Набирать ее вот из этого колодца и пригодна только лишь для хозяйственных нужд. Живу здесь 5 лет. Когда переезжали, нам обещали, что в поселок протянут водопровод. Но до сих пор ничего не делается. Из колодца пить невозможно. Даже скоту эта вода не идет. Не знаем, что делать. Мне 72 года. Вот так ходить с ведрами сил нет. Особенно зимой тяжело. Хочется, чтобы вода дома из крана бежала. Питьевой водой сельчане запасаются раз в неделю, когда приезжает водовоз. Стоимость вот такой одной фляги – 125 тенге. Люди жалуются, что цена не соответствует качеству. Смотрите, снизу осадок какой-то плавает. И типа водоросли что-то. Когда пьешь, ощущается привкус железа и песка. Но выбора у жителей села нет. Они не раз пытались привлечь внимание местных чиновников к своей проблеме. Но те лишь только обещают. Пообещали и нам журналистов. По словам чиновников, проект по проведению в поселок водопровода уже утверден, как и бюджет. В общей сложности нам будет выделен 1 миллиард тенге. Проект рассчитан на 2 года. В этом мы освоим 460 миллионов тенге. В следующем оставшуюся сумму и введем водопровод. А вот у жителей поселка Танатар в Туркестанской области водопровод есть. Правда, на качество воды это никак не сказывается. Живительная влага из-под крана течет мутная. И не все семьи могут позволить себе постоянно покупать привозную воду. И вот и приходится им использовать ее не только для стирки и полива огородов, но и для приготовления еды. У нас постоянно болит живот. Появилась почечная недостаточность. Чистой воды нет. Эту отстаиваем, кипятим, разливаем по банкам и пьем. Но даже при этом запах нехороший. Иногда на дне ведра я вижу красных червей. Жители села Танатар считают, что проблема заключается в плохой работе фильтровальной станции. Вода в доме Сличан поступает из открытого источника местного водохранилища. А в этом водохранилище и лошади пьют, и коровы пьют. Там издыхают эти животные. И люди купаются. Что там только не бывает. И эта вода вот в последнее время пахнет. Мы эту воду уже не употребляем. И с чаяна привозим с центра. На прошлой неделе жители провели массовое собрание, куда пригласили и чиновников. Сличане заявили, что пить мутную жидкость больше не намерены. Они требуют решить многочисленные коммунальные проблемы родного поселка. Обеспечить их чистой водой, бесперебойным электроснабжением и отремонтировать поселковые дороги. Прошло более 15 лет. Сейчас даже точно не скажу, как делали эту дорогу. Уже тогда она была некачественно сделана. Небольшой слой асфальта сделали. А сейчас посмотрите на ее состояние. Единственная дорога до райцентра. Это уже не первая встреча за последнее время. Сельчане о своих бедах постоянно жалуются как в местной Кима, так и депутатам районного маслехата. Но многочисленные жалобы, по их словам, остаются без внимания. Чиновники в очередной раз пообещали сельчанам, что все проблемы будут решены. Правда, не сразу. Жителям села Танатар нужно набраться терпения. В первую очередь власти намерены обеспечить их качественной питьевой водой. В этом году начнутся работы по выявлению запасов подземных вод в населенном пункте Танатар. Этим занимается областное управление энергетики. В прошлом году проект был разработан. После определения запасов подземных вод мы проведем реконструкцию систем водоснабжения. Разрабатываются также проектно-сметная документация на питьевую воду, газ, дороги. Сельчане говорят, что такой ответ они слышат едва ли не каждый день. И уже отчаялись когда-либо решить проблемы родного поселка. На дворе 21 век. А в селах из крана течет вода, которую едва ли можно использовать даже у хозяйственных нужда. В прошлом году по поручению главы государства в Казахстане утвердили 10 национальных проектов. Один из которых направлен на решение проблем в регионах. Создание комфортной среды проживания граждан за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам. Корреспонденты народного контроля направили официальный запрос в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. С вопросом о том, как будут решаться проблемы с водоснабжением сел, ремонтом дорог. Ждем ответа.